Добрый день, коллеги, участники. Я так понимаю, что я начинаю, да? Мне мои коллеги подскажут, да? Так, вижу в чате. Немного нас собралось, но я надеюсь. Добрый день, вижу ваши отметики. Так, ага, спасибо, коллеги, начинаю я. Всё хорошо. Ну, конечно, здороваемся. Пишите в чатик приветики. И также маякните мне, хорошо ли меня слышно. Видео, я так понимаю, нормально работает, да? Плюсики поставьте, хорошо ли вы, или не очень хорошо слышно. Всё хорошо. Отлично, прекрасно. Вижу ваши ответы. Так, ну что? Остальные, кто желает, подтянутся. Мы не будем тратить время. Наверное, начнём потихонечку. Потихонечку начнём. Титул вы видите. Да, кстати, презентация видна вам, да? Тоже там, маякните плюсиком, хотя бы там парочку я должна увидеть. Слайды все видны, да? Так, листаем, всё прекрасно. Отлично. Ну, давайте начнём тогда. Не так много у нас и времени, но, во всяком случае, для моей темы отведено. И мы с вами поговорим на злобу дня. Мы живём в век технологического, можно сказать, прорыва, да? Шестой там этап или какой идёт. И он очень интенсивно и активно входит в нашу жизнь. Всё очень быстро меняется. Если там лет 10 назад, да что там говорить, 5 лет назад, наши с вами программные продукты, все компьютерные технологии обновлялись не с такой скоростью, как это происходит сейчас. И мы с вами находимся в такой ситуации, что очень быстро и оперативно нужно на всё реагировать, обновлять свои компетенции. И, конечно же, наша сегодняшняя с вами ситуация, я имею в виду нашу страну, в какую мы попали, нам приходится переходить ещё на наши внутренние или наши отечественные разработки. Это, конечно, вопрос там ни одного дня, ни нескольких месяцев. Это, конечно, вопрос, ну, займёт какой-то период, но, тем не менее, в век технологического дурного развития, конечно, всё равно это будет происходить достаточно быстро. И если говорить про 2024 год, а вы на слайде видите тематику, это создание интерьеров, мы с вами про дизайн интерьеров будем говорить, создание интерьеров в 2024 году, какое ПО выбрать. Безусловно, если коротенько сказать, мы какое-то время будем ещё продолжать использовать те продукты, которые мы, в частности, если тут присутствуют аудитории, профессионалы, которые владеют и работают уже активно, те, к которым мы привыкли, я, безусловно, их озвучу в нашем докладе. И, конечно же, отметим те продукты, которые наши программисты разрабатывают, и они появились ни вчера, ни сегодня, они уже тоже появились у нас с вами, ну, какое-то продолжительное время, проходят апробацию, и мы постепенно начинаем тоже с ними знакомиться, ну, где-то постепенно, где-то уже довольно активно. Вот. И поэтому, если коротко характеризовать 2024 год, ну, да, будет переход. Ну, он такой, пограничное время, да, какие-то продукты. Есть вопросы о лицензировании, то есть, если были какие-то зарубежные программы, доступные нам, как учебные версии для преподавания, то теперь нам эти каналы закрывают. Вот, конечно, мы где-то, не знаю, можно, нельзя сказать, но даже на уровне правительства вопрос вставал о ломаных версиях. Ну, в общем, сумбурненько это так в какой-то период будет происходить. Ну, да ладно, давайте с вами чуть-чуть познакомимся, а то я начала говорить, а вы не знаете, с кем вы, кого вы слушаете и почему вы это слушаете. Вы на слайде видите, ну, коротенько, те аспекты, которые характеризуют меня как человека, работающего, ну, в данном направлении, в этой профессиональной деятельности. Я ее называю архитектурным дизайнером, потому что я по образованию архитектор, а по роду деятельности или практического приложения труда я архитектор-дизайнер. То есть больше в своей практике я сталкивалась с интерьерами, с входными группами и с фасадными решениями. Ну, и последние уже 10 лет активно работаю в преподавательской, в учебно-методической, научной деятельности в университете Новосибирском, Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств. И, конечно же, помимо практики как дизайнера-архитектора, я имею опыт педагогической деятельности, участия в профессиональных творческих конкурсах, осуществляю публикации, которые индексируются в таких научных базах, как Скопус и ВАГ, это наши прямые обязанности как преподавателей. Ну и вот в таком ракурсе и одно, и другое, и учим, и сами проектируем. А если говорить про практику в дизайне интерьера, то, конечно, я больше занималась живыми и общественными. У меня яркая красная линия прошел, ребрендинг, сегодня называется Сбер, я до этого этапа не дошла, но с момента введения ребрендинга Сбера лет 5-6 я потратила, красная линия у меня прошел, и офисы в Новосибирске, в Новосибирской области, даже на Дальнем Востоке приходилось проектировать и создавать вот такие работы. Поэтому мне есть чем с вами поделиться в плане технической стороны нашей с вами деятельности, в каких программных продуктах мы можем это выполнять. Теперь коротенько, что я хочу осветить в своем докладе, вот здесь несколько пунктов. Коротко о личном опыте, немножечко об общих требованиях ПО, обзор программных продуктов, которые мы так или иначе на сегодняшний момент используем. И далее хочу привести программные продукты, которые в зависимости от направления архитектурно-дизайнерской деятельности и в зависимости от вида работ конкретно в дизайне интерьера. Мы все знаем, что из нескольких этапов или из нескольких фрагментов наша с вами деятельность состоит. И, конечно, нет такой универсальной программки, в которой можно все сделать. Если есть, чуть позже я прокомментирую этот момент. А вообще, конечно, мы несколько каких-то программ используем для того, чтобы разные форматы работы осуществить. И, собственно, конечно, я подведу вас к тому, что мы в университете и студентов обучаем, и даем разные компьютерные программы, и в том числе есть повышение квалификации, на которые у нас приходят университеты. И, конечно, я вам немножечко приоткрою эту завесу, какие у нас курсы сейчас есть, чтобы вы могли этим воспользоваться и свои компетенции обновить, так скажем. А может быть, и с нуля поднять. Если говорить про личный опыт, какими программками, а вы их видите на экранчике, какие я использовала в своей деятельности. Ну, во-первых, Архикад никуда не денешься. Архикад, разработчик графисофт, а, пожалуй, это основное, где мы с вами, ну, так скажем, проектируем, реализуем планировочные решения, различные проектные чертежи, элементы, и в том числе 3D-шечку смотрим, и, может быть, даже эту трехмерную модель из этого Архикада мы тоже используем, и потом обрабатываем, чтобы получить трехмерные перспективы или визуализации. В скобочках я пометила скетчап. Ну, честно скажу, не так активно я им пользовалась, но он хорош, конечно, если заниматься первыми прикидками, такими эскизными набросками. Далее, конечно же, продукт для архитектора-дизайнера или для дизайнера интерьера это 3D Max. Без него, ну, коллеги, слушатели, никуда. Он нужен. Он нужен, потому что он как раз нам создает, позволяет смоделировать трехмерное пространство различного масштаба, различной сложности геометрии, и он позволяет нам с вами вытащить красивые визуализации, реалистичные, безусловно, с определенным рендером, который, это движочек или инструмент, который позволяет нам эту картинку сделать, по сути дела, реалистичной. В моей практике практически всегда я освоила, это V-Ray, 3D Max плюс V-Ray. То, что в скобочках я пометила. Ну, дело в том, что, конечно, за время практической деятельности какие-то новые продукты приходили, в частности, Ментал Рей в свое время появился, и все активно дизайнеры стали его пробовать. Он такой эффект красивый давал в визуализациях матовости, и он еще был хорош тем, что он был встроенный. Был, говорю, сейчас его, к сожалению, уже где-то с 17-го года, он исчез из программного продукта, из 3D Max, но вот была эпопея, и я ее захватила, когда дизайнеры интерьеров активно стали перескакивать с V-Ray на Ментал Рей. И, конечно, я в нем попробовала что-то делать. Ну, и плюс еще есть сейчас встроенные арт-тренды. Корона. Корона сейчас получила активное распространение. Почему я здесь пометила в личном опыте? Потому что в каждом рендере я пробовала делать визуализацию. Могу вам прокомментировать. Но в целом всегда комментирую студентам, что все продукты направлены на одну цель, где-то плюсом, где-то минусом, но плюс-минусом они все выполняют наши с вами требования, которые мы предъявляем к этим программам. Конечно же, немножко Photoshop нужен и CorelDRAW. В CorelDRAW в свое время я комплектовала альбомы чертежей со штампиками. Это можно было и в архикаде делать, но в свое время было очень... не быстро перевести из архикады в PDF-ку. Сейчас это быстро делается. И поэтому, конечно же, какие-то текстовые и вот именно со штампиками я делала в Corel. В Corel еще коллажи или мутборды собирались. Иногда в Photoshop. Photoshop нужен к 3D Max, когда вы обрабатываете визуализацию. Ну вот она моя практика и одно, другое, третье. Вот этот пакет документов, он мне был нужен. И сразу скажу, и сейчас он актуален. Так, что мы дальше посмотрим? Ну, коротенько несколько картинок. Это кусочек из альбома чертежей из моей практической деятельности. В данном случае это некий офис с Нини Сбера. План перепланировки с расстановкой мебели и оборудования. Это выполнено в архикаде, например. Конечно, ну да, дизайнер может использовать цветовую графику в альбоме чертежей, в отличие от архитекторов, да. Поэтому мы с вами здесь немножечко у нас, как это, отпущены поводки. И несколько визуализаций покажу. Это из жилых. Коттедж был в свое время. Ну, да бедно. Сейчас можно чуть-чуть по качеству не сделать, но в целом вот из моих работ пожалуйста одна картиночка. Это что-то общественное мы делали, то ли кулары, то ли еще для концертного зала. Ну, там в комплексе было несколько этажей, в комплексе работа шла. Далее. Тут были такие изобретения, как оформить колонны там и так далее. Ну и, пожалуйста, одну картиночку покажу. Вот в свое время сейчас немножечко уже там ребрендинг имеет этапы и модернизации. Сейчас вы в Сбер зайдете уже новые какие-то. Но в целом ниточка красная прослеживается. Сейчас не подскажу, какого этого года было. Ну, может быть, 13-й, может быть, уже, видите, время много прошло. Ну, вот такие иллюстрации мы до Сбера делали. Не только иллюстрации, а альбомы чертежей. Вот такая моя практика. Ну и теперь мы с вами о требованиях. Коротко скажу. Я не хочу вдаваться в технические моменты. Понятно, что если вы занимаетесь этой деятельностью или начинаете, вы должны понимать, что, конечно, ресурсы нужны компьютерные, потому что вы работаете с графикой. Чертежная, трехмерная. И это технические моменты. А вообще, в самом общем подходе нам что важно сейчас? Чтобы это было доступно, особенно сегодня, когда, допустим, какие-то ограничения на лицензионный продукт 3D Max начинается. 3D Max или другие продукты я звучу тоже. Дальше. Нам важно, чтобы программный продукт был оперативен и быстро работал. Согласитесь, сейчас скорости сумасшедшие и даже термин «надо вчера сделать» уже не актуален. Надо, наверное, позавчера или неделю назад. Все очень быстро надо. И, конечно, когда программы подтормаживают, я не буду сейчас говорить «подтормаживают» из-за того, что у вас там технические какие-то компьютеры слабенькие. Он может подтормаживать, потому что продукт может быть не совсем где-то очень качественно. Хочется, чтобы он работал идеально. Быстро кнопку нажал, все готово. И, соответственно, отсюда и быстрота повышается, и скорость работы. И никакой нервотрепки. Ну и, собственно, легкость и простота в освоении и пользовании именно и в освоении и пользовании. Потому что тот, кто начинает, безусловно, то, что сложнее и кажется очень трудным, оно начинает отталкивать. А у вас появляются там заказчики работы, и вам хочется сделать быстрый результат, чтобы этот рынок удержать у себя. И в пользовании, безусловно. Потому что надо, надо, надо. И хочется, чтобы все легко, как по маслу. На самом деле, программные продукты, они претерпевают отшлифовку. И в частности, могу про Верей сказать, если он там лет 10 назад был, даже, ну, раньше, когда я его начинала осваивать, он безумно был сложный. В освоении надо было какие-то там, не знаю, калькуляции, как сродни сопромату понимать, где какие комбинации установить, чтобы он оперативно считал. То сейчас он становится такой же, ну, как бы, френдли, так скажем, да, как корона, да, пара кнопочек, и ты уже понимаешь, что ты получишь результат. И, безусловно, почему рекомендуется, значит, осваивать профессиональные продукты, потому что в нашей деятельности, конечно, когда мы работаем в команде, то нам важны долгосрочность и стабильность, несмотря на то, что мы сейчас живем в такое время, которое нас немножечко лихорадит и дестабилизирует и привносит свои такие моменты. Да, это есть такая данность, но тем не менее, чтобы работать в команде, конечно, нужно осваивать не какой-то там быстрый, легкий продукт, а все-таки более содержательный, с более широким инструментарием, который в долгосрочной перспективе вам даст, так скажем, оптимизацию, если хотите. Дальше. Если говорить про обзор ПО в проектировании дизайна интерьера, то можно выделить профессиональный как раз продукт, полупрофессиональный, дело в том, что профессионалы тоже иногда используют скоростные решения, в частности, сразу скажу, скетчап, это не сказать, что это профессиональный продукт, но мы его активно используем, особенно в момент перехода с, ну вот, когда начали прикрывать лицензии зарубежные, многие дизайнеры перекинулись на скетчап и с ИРМ делали неплохие работы, причем у скетчапа есть еще вот это приложение для формирования пакета документов, чертежей, и это было, ну, на самом деле, неудобненько, и хороший результат, и бесплатный, а бесплатный чуть позже вам тоже прокомментирую, ну, теперь давайте пробежимся, какой продукт получил у нас активное распространение последние, ну, несколько лет, я бы сказала, несколько, ревит, слышали вы или нет, можете мне там маякнуть в чате, может быть, кто-то работает, можете тоже там плюсик поставить, да, я в ревите, или там есть же, как это, как есть собачники, есть кошатники, так и здесь, есть там приверженцы, вот, я ревит люблю, есть приверженцы, вот, я в архикаде работаю, есть в свое время еще автокад, он и сейчас, но меньшую популярность, вот, получил, но тем не менее, вот, мы в свое время, когда еще обучались в университете, нам либо архикад, либо автокад, я на архикад зашла, и не жалею, а на автокад потом не захотела, ну, честно признаюсь, с ревитом я знакома, курсы повышения были, и пробовала строить, вот, домик, ну, есть свои плюсы, есть свои моменты, которым надо перестроиться, не совсем, как в архикаде, поэтому выглядит рабочая среда вот таким образом, в нашем университете у нас, прямо вот поголовно студенты, они изучают архикад, но ревит, прямо это у нас во главе, что лучше ревит или архикад, вижу, параллельно вижу, ну, простите, если где-то пропустила вопросик, но мы время немножечко ставим на ваши, там, вопросы и какие-то комментарии, тут трудно сказать, это точно так же, как с рендерами, да, что лучше, Вере или Корона, ну, елки-палки, Вере или Корона, ну, они одинаковые, они нацелены на одинаковый, на один и тот же результат, есть, конечно, свои плюсы, есть минусы, но если коротко сказать, я считаю, что ревит, он больше нацелен на, знаете, как раньше у нас в советское время, индустриализация, да, вот он нацелен на такие продукты, в которых, как многоэтажный жилой дом, в котором очень много каких-то повторяющихся элементов, и он, конечно, ревит в этом смысле оптимизирует работу, когда там можно оптом одни и те же окна, которые попадают, как они там называются, не группа, ну, они группируются, да, в одну команду, как говорится, и одним оптом можно поменять их характеристики или атрибуты, поэтому, вот в плане какого-то такого поточного и технологичного проектирования, наверное, ревит хорош, но я считаю, что чуть-чуть не хватает таких, отпустить поводков, как в архикаде, когда мы можем какие-то свои элементы легко, ну, те же самые окна в доме индивидуальном, одно нужно такое, другое такое, третье такое, и что, три семейства создавать, вот этот момент меня, конечно, немножечко так это, когда сравнение проходило этот ревит, ну, получается, что одно окно и целое семейство создавать, но это частный случай, а вообще, конечно, вот многие ребята у нас, кто ревитом владеет, кто сел на ревит, тот с удовольствием в нем работает, и в принципе для дизайна интерьера ничто вам не мешает применять этот продукт, если вы его освоите, планы, что мы делаем в рабочей среде, мы проектированием занимаемся, планы, перепланировки, развертки, все это как в архикаде, все это доступно, все это раскладывается, все это упаковывается в эти самые, в листы, в альбом чертежей со штампами, здесь, вот тут, что захотите, как говорится, но на самом деле, то, что касается какой-то индивидуальной проработки, вроде как в архикаде погибче с этим, но на самом деле, все, что касается какой-то сложной геометрии или моделирования, и в ревите, и в архикаде, и в скетчапе, и какие у нас там еще продукты, есть такое понимание, как работа с морфотипами, все это реализуется, в принципе, все это доступно, что в ревите, что в архикаде, потому что нам иногда нужно, да, а в чем сделать какую-то там сложную, какую-то геометрию. Ну, вот следующий, конечно же, я вам покажу, это архикад, в котором я работала, вот так выглядит его. Да, гибкий, вы вот со мной тоже согласны. Архикад, мне вот этим более привлекателен, то, что он для архитектора, который занимается не всегда типовыми индустриальными решениями, а нужно подходить индивидуально, и что-то, что-то, моделировать, да, в интерьере, это много таких вещей, то тут архикад погибче. Вот так выглядит рабочая среда в архикаде, ну, в данном случае там окно 3D, я вам показала, оно всегда нам, нас больше интересует, как бы привлекательнее, да, нагляднее. Вот. Что еще? Ринга. Не знаю, слышали вы об этом продукте или нет, а может быть, кто-то уже работает в ринге. Ринга, это вот, можно сказать, на смену. Есть Revit, есть Архикад, Revit разработчик Автодеск, Архикад разработчик Графисофт, это все зарубежные производители, которые так или иначе нам канал прикрывают, то, что касается Автодеска и Revit, так они во главе, среди первых нам прикрыли лицензионные продукты, Архикад еще какое-то время держался, до этого, до текущего года, потому что это венгры, и они как-то, ну, более лояльно относились, а вот тут уже пошли, я вот не обновляла лицензионный свой продукт, мне уже, наши студенты, ребята, там пришли и жалуются, вот, что-то там уже не дают нам этот, там видненько, маленько, но что поделать. Если вы про рейнгу не слышали, ну вот, я вам предлагаю с ней познакомиться, это наш отечественный продукт. Мы, в свое время, в 20-м году я тоже проходила курсы, в нем мы отстраивали домик, то есть я знакома с этой программкой, теперь вот сейчас у нас актуализация, идет обновление компетенции, особенно сейчас, когда ему неизвестно, будут доступны Revit и Архикад, и на что переходить, вот мы ориентируемся на отечественные продукты. Что про нее сказать? Ну, если в 20-м году, она уже, ну, последние, до 20-го года, она давно, так скажем, на рынке, просто она определенную популярность еще, ну, не созрел рынок для, там, активного перехода на нее, потому что пока еще зарубежные продукты доступны. Вот, если сказать про рейнгу, мое мнение о ней, она еще до сих пор, вот с 20-го по 24-го, уже 4 года прошло, и вот сейчас мы опять ее там проходим, ну, не отшлифованная еще. Не, знаете, есть такие, очень много, она реализует BIM-концепцию, то есть, связка всех элементов проекта, я имею в виду, масштабный проект, инженерные сети, коммуникации, трехмерное моделирование, модель для архитектора, и для, в архитектуре, и в интерьер можно заходить, ну, отчасти геометрию собирать. Она маленько, не отшлифована, не отточена. Какое, всегда мы с коллегами тоже мнением обмениваемся, с чем ее можно сравнить? Вы знаете, это такой микс между скетчапом и архикадом, наверное, вот так. Да, микс между скетчапом и архикадом, потому что, когда вы открываете интерфейс, начинаете работать, вроде ничего сложного. Все чистенько, вот окно рабочее, вот тут несколько кнопочек, там вот вы видите на экране вверху у нас панелька там назад-вперед сохранить, там обновить, и справа панель инструменты. Все простенько, да, вот колонны, вот балки, все как в архикаде. Когда крутишь эту модель в трехмерном простом, тоже вроде все легко и просто. Вот. У Ринга про модели вы спрашиваете, да, есть модельки, то есть есть библиотечки, то есть есть, но это все в стадии развития, конечно. Но есть артефакты, да, есть диваны, ванны, там внутри, как в архикаде, есть объект, да, стульчик у нас, инструменты, и здесь тоже есть такой, там не помню, как Лукашечка это изображена, но если нажимаешь, там тоже есть элементы, ванны, унитазы, стульчики, столы, ну, вероятно, даже есть уже и библиотеки, которые можно скачать, и загрузить. Вот, вот это вот не подскажу последнее, но суть в том, что немножечко есть такие моменты, еще не отшлифованные. Ну, в последний раз мы с коллегами столкнулись с тем, что он там некорректно подрезает стену под кровлю, и мы с этими проблемами сталкивались и в архикаде тоже, и в свое время. Ну, вот тут что-то заморочка какая-то вышла, это прямо вот на злобу дня из последнего. Пришлось там чуть ли не вот, как в архикаде иногда есть такой инструмент, когда ты создаешь свой объект, да, и вот тут пришлось про стенок, никак он не хотел. Может, какой-то, ну, такой, так сошлись звезды, как говорится. Вот, хотелось бы, чтобы такие артефакты были отшлифованы. И вот, на самом деле, сейчас, рейнга направление такое выбирает, они все-таки больше, как, начинают к ревиту, стремиться что-то типологизировать, как бы, индустриализировать, то есть, вот, унифицировать, так скажем. И получается, опять же, для архитектора снижается гибкость в индивидуальных решениях. Но, и плюс она еще, эта индивидуальность для архитектора или дизайнера в моделировании не добирается тем, что, ну, почему мы на 3D Max переходим? Да потому что там, ну, если знаешь инструмент, можно все, что угодно смоделить. Какие-то обтекаемые оболочки, криволинейные поверхности. В этом смысле в рейнге, если говорить, если в архитектуре про параметрику мы всегда вопрос поднимаем, а как студентам это сделать, если в дизайне интерьера это какие-то криволинейные, там, стены, наклоны, еще что-то, то вот в этом смысле, ну, проблематичненько, пока еще у них не, у рейнги не отшлифован, этот момент не отработан. Но, я думаю, они на пути. Да, из 3D Max, сейчас очень удобно, в свое время 3D Max был конечной инстанцией, сейчас очень удобно, можно из 3D Max импортировать, ну, вот туда OBJ, FBX, какой-то там FDI, по-моему, все. С рейнгой пробовать надо, коллеги, не подскажу, что там можно импортировать в эту рейнгу, но они тоже открыты, у них очень много связок с другими приложениями, с такими как Лира, Саппорт, конструкции, что еще, даже сметы составлять и так далее, то есть они реально активно настроены на то, чтобы развить вот этот вот BIM, BIM проектирование. Поэтому, можете попробовать неплохой продукт, понятно, что он нам будет открыт, доступен, и он будет отшлифовываться и совершенствоваться. Что еще вам хотела прокомментировать? Конечно, есть такой интересный продукт, как, так, по стоимости, но я параллельно подскажу сразу, чтобы далеко не уходить, не подскажу, но есть доступные для преподавателей, для учебной версии, и, по-моему, есть на сайте, как она называется, не для коммерческого использования, и вот я, допустим, в январе ее скачала, и вот она месяц, второй, ну, тут стоит, даже не приходилось подтверждать, что я преподаватель, чтобы мне пролонгировали эту лицензию, поэтому пробуйте. Пробуйте, а уже там по стоимости, ну, сейчас не подскажу, сколько она. Вот я хотела вам прокомментировать еще один продукт компьютерный, Рина Черос. Рина Черос, он, по-моему, она не, так, тоже не коммерческий, то есть он доступен, он открыт, его можно скачать, им можно пользоваться, пока никаких нареканий нет, что там что-то, что-то не работает. Чем он, чем эта программка хороша? Ну, в нашей учебно-педагогической деятельности, когда мы со студентами проекты делаем, и когда, особенно, выпускные квалификационные работы, дипломы, еще раз говорю, студенты сталкиваются с вопросом вот этой вот нелинейной архитектуры, непрямолинейной, у которой геометрия подчинена вот там законам, там, параболы, еще каких-то, да, вот эти, как создать эти поверхности криволинейные, плюс еще сделать это не просто как тонкостенная оболочка, а чтобы подкрепить это конструктивно. Вот в этом смысле, конечно же, Рина Чеус очень гибкая программка, которая позволяет очень интересные поверхности создавать, и плюс конструктивная составляющая хороша. То есть она не просто это эфемерную делает оболочку, но она подтягивает туда конструкции, даже может вам просигнализировать, что вот тут вот так не пойдет, так не получится в жизни, как говорится. Чего не скажешь, кстати, про 3D Max. 3D Max вам чисто на геометрию обратит внимание, но там про конструкцию он вам не прокричит, что так балочки не сойдутся. А вот Рина Чеус здесь очень хорош. Для архитекторов у нас многие выпускники под завершение перепрыгивают на него и пытаются строить. Ну, не факт, что вы перейдете на эту программку. Следующая, которая актуальна и, честно скажу, никуда она у нас не делась, пока нам приходится при всех перепитиях в ней быть и работать, это 3D Max. Потому что он реализует скульптурное моделирование, вы видите интерфейс его, нам никуда от него не деться, нам нужно, потому что он, помимо сложной геометрии, криволинейный, все, что мы не можем там сделать в архикаде, в ревите, в том же скетчапе или можем, но там сложная процедура, в 3D Max, конечно, это все, как говорится, допиливает очень легко и быстро, если владеешь, ну и сама визуализация, безусловно. Что может прийти на смену 3D Max? Ага, не вставила я этот слайд, ну, ниже покажу. Блендер. Да, что-то не вставила я этот кадр. Прошу прощения. Ну, вот, когда у нас стал вопрос, а что если вдруг перестанет нам быть доступен 3D Max, а он тоже разработчик Autodesk, в чем же можно делать? Сразу говорю, обратите внимание на блендер. Так, я могу даже вам написать в чате, как он звучит. Тоже, он некоммерческий и он доступен, и он очень похож по интерфейсу на 3D Max. Так, сейчас, секундочку, на 3D Max, вот вы видите этот интерфейс из четырех окошечек проекции вашего трехмерного объекта. Примерно так же выглядит и блендер. И он тоже делает неплохие иллюстрации. С каким рендером, чуть позже я вам скажу. Ну, и SketchUp. Теперь, если говорить про профессиональные продукты, мы поговорили, теперь, если говорить о полупрофессиональных, SketchUp. Я вам его прокомментировала, у него тоже неплохой, развитый уже интерфейс по моделированию, плюс еще очень хорошие есть библиотеки, которые можно подгружать и использовать. Плюс он состыковывается с рендерами такими, как Vira и Corona, и рендеры очень даже классные получаются, реалистичные, поэтому очень удобно в планах быстро, оперативно сделать, эскизировать очень удобно поэтому мы, конечно, в своей профессиональной деятельности пользуемся. И теперь, если несколько слов о бесплатных продуктах, несколько я вам здесь показала. HomeStaller, вот его рабочая среда, чем-то похожим из SketchUp. RemPlaner тоже, пожалуйста, так выглядит. Ну, это не совсем рабочая среда, это какой-то фрагмент трехмерного пространства и, пожалуйста, вот, кто-то работает в HomeStaller. Безусловно, в нашей аудитории найдутся люди, которые вот такие программные продукты используют. Sweet Home очень популярен, многие, ну, прошу прощения за такой термин, кидаются на эти продукты. Безусловно, когда вы начинаете входить в эту профессию деятельности, мы все начинаем с таких, с простых, бесплатных, доступных, удобных. Но, честно вам скажу, конечно, когда ваша компетенция и профессионализм будут расти, когда вы погрузитесь в профессию, вам потребуется профессиональный продукт. Почему еще? Да потому что, если взять все эти бесплатные приложения, они, как правило, не реализуют полный спектр или у них не такой широкий арсенал. Или у них, ну, допустим, там одни делают заточенные на хорошую там картинку вытащить, другие только там трехмерное пространство, третий там планчик неплохо рисуется, но есть какие-то ограничения. То есть не получается такого широкого спектра, что я весь проект могу все-таки как бы качественно реализовать. Приходится потом все равно эти там модели перекидывать или там визуализацию лучшего качества где-то доделывать и так далее. Поэтому, если вы начинаете все прекрасно, это можно делать, но в какой-то момент вы сами почувствуете, что вам захочется ну, как бы расти, более совершенные продукты использовать, у которых арсенал инструментарий пошили. Вот. Ну и вот здесь на слайде вы видите еще есть ряд дополнительных еще, это не все, они доступны. Про бесплатное ПО я надеюсь сегодня еще вам расскажет про ПО. Да, Евгений, хорошо, сейчас мы перейдем побыстрее. Коллега моя расскажет плюсы-минусы или прокомментирует еще про бесплатные. Значит, теперь, если говорить про направление дизайнерской деятельности, есть архитектора, есть архитекторы-дизайнеры. Я, например, себя отношу к архитектору-дизайнеру, потому что мы со следой, с интерьерами связаны экстерьеры. Если на слайде, если чисто в архитектуре, то вот такой, наверное, комплект на сегодня программных продуктов, которые мы используем. Ну, не обязательно все, там, Revit, ArchiCAD, Ringo, что-то из. Вот сейчас переходим, я работаю в Архикаде, вот пробую, что там Ринга нам может дать. Реначерос это дополнительное для параметрики и скетчап, конечно, как для эскизирования. Если мы говорим про архитектора-дизайнера в интерьере, вот такой, примерно то же самое, но нам Реначерос вряд ли 3D Max, да, 3D Max во главе угла, первая строчка, никуда не денешься. А вот там попроектировать, пожалуйста, выбирайте. Это все ярлычки, логотипы этих программ. Теперь, для видов работы. Мы сейчас побыстрее пробежимся. Значит, мы с чего начинаем? Дальше мы переходим к проектированию, план оттачиваем. Дальше нам нужно смоделировать пространство. И четвертый этап, ну, этапы или где-то они параллель идут. Нам нужно сделать визуализацию, красивую картинку или видеоролик вытащить. Ну, и, собственно, оформление проектной документации это альбом чертежей. И если пробежаться, для эскизирования все слайды пойдут. Было, стало. Было. Скетчап, фотошоп, форал мы использовали для эскизирования. Что сейчас на смену? Ну, скетчап мы наверняка еще попользуемся ими. А на смену, например, фотошопа есть такой продукт Крита. Неплохой инструментарий для того, чтобы там делать коллажи, картинку отшлифовывать и так далее. Плюс еще нельзя не сказать, что мы с вами переходим на ручную графику цифровую. Часто очень для работы с заказчиком мы тоже такими вещами пользуемся на планшете, никуда от этого не денешься. И искусственный интеллект. Но это отдельная тема. Какие сейчас продукты и приложения для того, чтобы можно было делать и все, и чертежи, и эскизы, и даже визуализация. Честно, мы сейчас даже эксперименты там прям в искусственный интеллект загнали трехмерное пространство и он нам выдал там красивую визуализацию, раскрасил все прям и красота. Другое дело, что это не совсем неожиданный результат. Ты в голове держишь одну картинку, а искусственный интеллект тебе предлагает другое. И ему как бы не скажешь, вот это исправь, пожалуйста, что мы можем сделать, например, в 3D Max. Я сама, как оператор-управленец, могу задать эти параметры и материалы, и цвета. Дальше. Вот скетчап выглядит, эскиз в скетчапе выглядит вот таким образом, трехмерным. Если говорить про проектирование, опять же, было, ну до сегодняшнего момента, Revit, ArchiCAD, скетчап тоже станет, ну скорее всего, ременом. Плюс еще для инженерного проектирования NanoCAD. Ну вряд ли дизайнеры интерьера зайдут на NanoCAD? Скорее всего, это будет ремена. Скетчап еще можно, пока он доступен, им можно активно пользоваться. Вот так выглядит рабочее пространство и чертежная графика в ArchiCAD. Теперь про моделирование. Я вам уже тоже коротко сказала. До сегодняшнего момента мы все пользуемся 3D Max'ом в основном, все дизайнеры. А будет, ну скорее всего, не знаю, я, например, с 3D Max'а сойти не могу. Ну, Blender, наверное, не факт. С кетчапом кто-то пользуется. Ну, Blender, да, это вроде как Амамак. Но он не совсем наш отечественный продукт, насколько он будет и дальше доступен и совершенствоваться, но можно попробовать. Теперь, вот так выглядит рабочее пространство в Blender. Очень похоже с 3D Max'ом. Про визуализацию. Про визуализацию. Коллеги, заканчиваю. Значит, рендеры. Есть внешние, есть встроенные. Конечно, чаще архитектор-дизайнер пользуется внешними рендерами. Если мы говорим, что мы пользовались короной V-Ray'ем, то, скорее всего, на смену, если Blender на Blender переходим, скорее всего, к нему будет октан рендер. Он в связке идет. Про связки тоже коллега еще немножечко расскажет. Ну и тут вы на слайде видите еще кое-какие рендеры внешние, дополнительные, которые можно использовать дизайнерам интерьера. Вот так выглядит у нас визуализация в октан рендер. Очень качественно получается. Вот это с короной. Ну, с короной, может быть. Вот это корона. Студенты у нас сделали визуализацию. Тоже неплохо. Встроенные, ну, встроенные в меньшей степени. Ну, Арнольд, сейчас и артрендер может... В 3D Max имеется в виду. В 3D Max встроенный рендер Арнольд и артрендер. И они пока еще есть. Вот так визуализация в Арнольде выглядит. Неплохой рендер. С артрендером я пробовала делать. Ну, вот тут я просто не помню откуда иллюстрацию, но вот примерно неплохие картинки тоже немножко долго считает, может быть. Особенно если сцена геометрии объемная пространная, то становится тяжеловато для расчета. Время уходит. Это у нас студенческая визуализация в Артрендере. Ну, и тут иллюстрации. Это вот те приложения бесплатные. Тоже вроде неплохо делают. Для оформления. Ну, для оформления вы будете использовать продукты, скорее всего, если это Архикад, Архикад, если Ринга, вот, пожалуйста, Ринга. Скетчап. Вот так выглядит, пожалуйста, проектная документация в той же самой Ринге. Да, коллеги, заканчиваю. Резюме. На слайде видите те логотипчики тех программ, которые мы так для дизайнера интерьера подобрали, которые вы можете себе сфотографировать и ну, вот, посмотреть, поизучать и применить на практике. Программа обучения. Рекомендую вам по QR-коду зайти. Программа обучения в ГЛАДИ. То, что я вам озвучила, практически все программки у нас так или иначе оплатываются университетом и вы можете получить, повысить свою квалификацию. И еще, что я под завершением слова. Здесь вы видите мои контактные данные, телефон, почту и по QR-коду она вас выведет в контакт. Коллеги и слушатели, кто заинтересуется, вы можете мне лично написать сообщение, что я хочу пройти какой-то курс и я кому надо передам информацию и с вами организую вас в группу и организую вам повышение квалификации. У меня все, спасибо большое. Так, я единственное не посмотрела вопрос, но если что, я в режиме сейчас в чатике предоставлю коллеге слово, а в чате вам отвечу письменно. спасибо. Продолжение следует...